всем привет от лягушки путешественницы анжелины джоли из магадана в этой второй части видео про подъем на к по канатной дороге из розы хутор на розу пик мы будем с вами спускаться с высоты вот в таких открытых кабинках моей дружной компании сестричкой с мужем и с высоты будем вот так махать ножками и разглядывать осенние красоты этих мест и гор осень самом разгаре 4 октября но одновременно очень-очень тепло и прогуляемся по району вот она эта открытая канатка о которой ты сестра мечтала вот наверное в этом месте люди одеваются я думаю что где-то там в открытых кабинках не так жарко как нам кажется так серега пошел без нас он хочет нас бросить догоняем здесь тоже как и везде проход вот такой трое трое все ваши дурники да наташку посередине садим полетели полетели ножкам прохладно мы идем почему-то вниз через наш что-то внизу тому что короче узнаем когда приедем ветерок здесь такой неслабный не надо можно сделать не а чуток ну конечно мы просто тебе покажем а потом когда здесь идет дождь я не знаю правда в дождь здесь есть да да вот дождь и и снег это все работает не только летом она работает и зимой смотрите там тоже есть какие-то селения все горы заселены каким-то образом если здесь живут люди а вы заметили здесь конями тоже навозом пахло когда мы приехали а я почувствовала как самолета вот самолета здесь до краски такие прямо как в магадане только мне кажется более яркие потому что здесь больше разнообразие растений здесь лиственных больше у нас же меньше а лист мне здесь желтые желтые спускаемся по этой дороге позже здесь конечно вы говорите не пахнет навозом посмотрите лошадь идет ой картинки вот писать картины можно такой лес дома базис домик бы построил и жили здесь то горит мегамаг вы рядом или как в общем едем долго-долго уже спустились куда-то совсем вниз мне кажется что из открытых да это самая длинная трасса может мне так казалось и вот в обратную сторону вот так мы умудрились уже поесть перекусить попить и такие счастливые довольные нифига даже с собаками ездят едем дальше посмотрите с этой стороны какая красивая природа вот вот прям вот это же как они ели называются они разных цветов да неожиданно то не куши куши заложила да мне тоже заложила отходят они да на этой высоте уши заложены мы спустились чуть чуть ниже чем 2350 метров но уши такие прям без электрички боже мы поднялись на какую-то высоту и сейчас не надо говорить слова но скоро конец здесь такой резкий резкий перепад и идет дорога вниз канадка страшно страшно знаете прям вот так как чуть ли не по отвесной стене да ай-яй-яй наташа кричит кого здесь только не встретишь надеюсь что здесь ради чего там уехали здесь что-то есть интересно может здесь водопад хотя бы один есть там вдали кстати там распадки далеко-далеко вот там да смотри там дома дома видите или у вас как зрения не вижу в общем сейчас мы подъедем и узнаем что здесь где-то шумят водопады какая-то пыль здесь это все-таки здесь строят дорогу там мы проезжали вверху ведутся строительные работы работают раз по трактора экскаваторы уазики стоят наташа чтобы открыть нужно будет убрать до ноги с этой штуки потому что мы так не откроем но вот мы уже приехали многим задерутся выше я надеюсь мы здесь посетим ресторан сейчас 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 ночью так не будет открывать непосредственно перед давайте не будем открывать до этого серёжа поторопился я я лично бояка ну не надо боякаться серёжа ну не надо боякаться и быстро-быстро убегаешь на ваша и побежали и побежали спасибо спасибо довезли 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 номер видишь у них как оперативно то что нас фотографировали 61 рублей 300 фотография стоит и оттуда вы приехали мы потом посмотрим и в этом сказочном месте есть кафе который называется лес это избушка можно поесть цены такие адекватные 120 190 250 200 300 400 чем-то но в общем перекусить можно погода сегодня вообще нам парт фартит потом пойдем гулять по лесу и еще здесь есть туалет как сказочный домик кстати очень приличный мы подумали и решили что нам нужно все-таки фотографии одну фотографию купить потому что она получилась какая удачная и фотографии хранятся 15 минут тебе дают номер поэтому номер и заказываешь и тебе высылают или на электронную почту или дают готовую через какое-то время не знаю как сейчас пойдем узнаем ступеньки здесь такие горные как и все в горах крутые-крутые здесь целая система тебе дают номер на фотографию выбираешь одна или два кадра вот у нас получился шикарный кадр мы напечатали фотографию за 300 рублей 100 рублей если тебе высылает ее на на почту но мы знали что нас фотографируют поэтому и позировали можно оплачивать сбербанк онлайном можно карты можно наличками но в общем мы такие довольны и счастливы и будет нас хоть одна фотография с отпуска потому что мы перестали печатать вот поэтому я решила их сделать так я пошла искать сережку с наташкой пока подымалась аж запыхалась одна лесенка от кафе вверх а дышать уже не могу здесь оказывается есть водопады и кругом лесенки ступеньки чистейший воздух и красотища непередавамые сейчас посмотрим как называется это место он здесь очень крутые ступеньки стулья высота у них как у стулья это водопад место называется парк водопадом менделиха или не лиха водопад минделя и мы находимся данный момент вот здесь здесь еще куча водопадов а табак червоный чара мост водопад а я бух как тут много их а нам надо посидеть и передохнуть лесу много мух и прочей живности ну конечно где нам сидеть телефона присоединились к ним отдышусь знаете стоит приехать сюда даже не жалейте денег если здорово хорошо воздух чистейший и погулять оставляйте себе день для такого отдыха как видели по схеме водопадов здесь очень много и чтобы их пройти нужно кошмарное количество времени один из водопадов занимает три часа ходьбы туда-обратно другой полтора и мы решили по ним не ходить потому что это тяжело туда еще дойдешь но еще надо вернуться обратно и мы поэтому решили просто погулять по этому месту знаем что она красивая здесь интересно не знаю где мы пообедаем в общем налегке тоже хорошо гулять здесь нравится наделали фотографии в этих ярких красках смотрите какие они на солнце да шикарные в общем дышим воздухом и отдыхаем не обязательно куда-то бежать посмотрели следующий раз может быть когда попадем в это место может быть здесь вот есть выход здесь оказывается есть еще один выход надеюсь что а здесь еще одна беседочка там тоже ресторанчик да если что пообедаем как хотите пока не хотим да пока мы перед пока мы поели в воздухе мы как космонавты поели в воздухе поэтому пока пойдем гулять ну вот если посмотреть на вот эту карту мы выехали вот с этого места роза проехали вот вот этому всему пути находимся сейчас вот здесь то есть мы были и на розы пик и сейчас мы вот в этом месте парк водопадов и как я уже сказала водопадов очень много и очень большие здесь расстояния и вот прям видно что то не текут куда там втекают рата-та-та-та-та и ля-ля-ля чем мы погуляем мы проехали вот этой канатки и дельвей с открытой чудесном нам очень понравилось очень и потом мы вернемся конечно на розу пик и поедем на не знаю поедем на озера или нет мы поедем в горную олимпийскую деревню которую видели с высоты она находится на высоте 1100 метров вполне возможно мы там и перекусим и погуляем там же есть и роль депродельбан я неправильно называю это слово то что я до этого название не особо слышал но говорят кататься на нем классно это такая трасса садишься в кабинке вот 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 и едешь точнее это не кабинки это ой боже мой это страшно я что-то думала что они покруче то есть они дула более закрытые они видите как показаны здесь такие роддебан роддебан господи его неправильно называю ну посмотрим если будет возможность прокатиться и не так страшно как я думаю а сейчас думаем куда нам идти куда идти гулять то что если мы пойдем туда там несколько часов мы пойдем посмотрим здесь это написано для того чтобы не запутались где мы находимся и кругом тропки по горам выложены мосточки начало маршрута здесь сережа а здесь написано что марш начало маршрута короче начало маршрута туда ну наверно там в другую сторону мы решили чуть-чуть вот погуляться сюда буду показывать только интересно иначе видео получится очень длинные ну естественно будем фотографироваться возле разных медведей водопадов как например здесь медведь стоит и сюда даже добираются машины джипяры менделиха парк водопадов а менделиха или менделиха с мишкой мы не будем фоткаться нам хватило ети на верхушке вот вот о чем ты спрашивала въезд по гран-зону по документам про пускам вот нам сказали что там где-то абхазия а лёгки пойдемте посмотрим и и ну да то то бесплатно здесь конечно круто и за деньги потому что есть подъемники у нас бесплатно и без подъемника вот эту вот осень здесь конечно красивая у нас так у нас другая осень нас тоже красивая осень но она другая как здесь дышится хорошо все это не снять ну просто невозможно вода чистейшая даже видно и листья падают уже листопад наташа ты видела листопад когда-нибудь смотри самый настоящий только далеко мы не видели потому что у нас елки в основном а здесь листья поэтому нам осень но я второй раз в жизни вижу это шли мы шли по этой тропе буквально минут 7 10 и дошли до места где дорожечка вниз это водопад чара очень крутой резкий спуск шумит слышно водопад мы туда тоже не пойдем 15 минут дельвейса ну да и мы шли недолго может правда 10 минут 15 медленным шагом народу здесь гуляет очень много очень много листы с детьми и пожилые люди точнее прикладного возраста и такие как мы не бодрячки пенсионцы есть место передохнуть и подышать воздухом хорошая беседочка воздухом конечно мы и так дышим так а здесь тропа не такая крутая я так поняла везде люди гуляют везде такие такие сделаны площадочки тропиночки чтобы спуститься подняться и где-то там внизу шумит водопад кстати это место для курения здесь бычков много и там люди гуляют фотографируются мы сядем передохнем где где в телефонах здесь есть связь немножечко красоты величественные какие невысокие до них не дотянуться и и листья падают прям видно какой листопад мы чуть-чуть пройдемся дальше потому что здесь будут одни спуски и вверх-вниз вверх-вниз там люди говорят это есть тоже смотровая площадка посмотрим до куда мы дойдем такие заросли сфотографируется тоже здесь невозможно не снять и не сниматься папе не повезло на спине тащить еще много-много лет не точнее это хорошо надо деть и к тому что туда на спине обратно в спине так что с детьми здесь конечно сложновато потому что здесь не тропинки а каменючки это канаты и толстенные из веревок сделаны кстати очень приятно на ощупь держаться за них такое ощущение в сказочном лесу здесь спуск на еще один водопад червоный и по ступенечкам идем еще на одно место как здесь прохладно проход закрыт зашли в такие гибри да это не виктория водопад но круче чем водопад поликаря стоит сюда сходить вон там беседка там народу очень много прям вот ощущение в этом мы где-то даже не до моря на море сейчас уже столько народу нету а здесь там паломничество ручья все водопады находятся внизу мы вниз не пошли потому что подняться оттуда будет анжела будет язык на плече ну они все похожи друг на друга и еще потом до лиза за деревьями все голубое а здесь горы мы думали что море а тут горы и и вот обратно идешь уже медленно поднимаемся в гору горы конечно здесь ух в магадане тоже супки высокие но чтобы такие круто я понимаю что эти картинки природы для вас для тех кто смотрит они и так будут восприниматься эти видео как вот мы сейчас-то все чувствуем потрясающее ощущение особенно когда заходишь на горочку и нужно идти вниз может и счастье поэтому гулям медленно и дышим носом надо дышать дышим радует что обратно наверх мы поедем это же откуда мы спустились когда отъехали я показывала какая высота что у нас был такой перепад высот что уши закладывала и сейчас тоже здесь такие хорошие спуски подъемы ух поэтому медленно чтобы не выскочила сердце как всегда если пройдете в горы одевайте правильную обувь кроссовки и радует конечно этот теплый день хотела сказать летний солнечный день октябрьский и думаю что не 20 градусов здесь побольше может кажется я вообще теряюсь в температурах мне кажется что всегда очень жарко как будто бы летом на самом деле это октябрь товарищи четвертые вернулись уже к этому месту и понимаем что мы теперь знаем куда мы попали на парк водопадов менделиха с мишкой естественно мы сфоткались мы не прошли мимо и поедем мы сейчас в олимпийскую деревню в горах так что про водопады мы все уже посмотрели показались посмотрелись и мы под впечатлением идем можно сюда приехать еще не раз будем в этих краях обязательно заглянем так что поехали дальше нарисуй мне небо нарисуй мне дом нарисуй мне землю и нас навсегда вдвоем нарисуй мне небо нарисуй мне дождь нарисуй мне белым белым все для чего живем нарисуй мне небо нарисуй мне небо Нарисуй мне небо Нарисуй мне небо Учи меня всегда быть налегке Ключи от дома мелочь и без звука телефон Дышком по улицам, рука в руке Я хочу простых вещей и главное с тобой Я с тобой Я с тобой Нарисуй мне небо Нарисуй мне вдоль Нарисуй мне землю И нас навсегда вдвоем Нарисуй мне небо Нарисуй мне дождь Нарисуй мне белым, белым Все для чего живешь Нарисуй мне небо Нарисуй мне небо Нарисуй мне небо Нарисуй мне небо Учи меня, а главное не молчать Звучай так громко, словно мы Последний раз живем Учи меня так ярко рисовать Тысячи простых вещей И главное с тобой Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Субтитры подогнал «Симон»